Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Ник, мы продолжаем играть в Mortal Kombat X Mobile и, конечно же, посмотрим персонажа-предательницу Таню. А после, в конце видео мы откроем паки за 500 душ, сразу 4 штуки, плюс откроем паки за монеты, откроем паки за эти, как его, белые очки и командные очки, короче. Неважно, в общем-то. И посмотрите, какую команду я создал. Сейчас мы её вместе с вами также дополнительно экипируем. Во-первых, Тане мы поставим молот гнева, конечно же. Я поставлю ей также, наверное, броню. Сейчас покажу, какую. Я хочу ей поставить броню ящера. И я ей хочу поставить... Не, подождите. Я немножко не так сделал. Не молот я хотел ей поставить, а клинки Кобудзюцу. Сейчас мы их найдём с вами. Секундочку. Надо было заранее это сделать. Так, ищем, 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 ищем. Клинки, клинки. Я их опять пропустил. Это броня, жёлтые. Я помню, они жёлтые были. Да, вот они. Вот клинки Кобудзюцу. Не сюда, вот сюда. И колечко какое-нибудь. Колечко на палец. Кольцо давно. Это было давно. Не знаю даже, что поставить. Что у нас делает эликсир душ? Даёт бонусы к лечению, уменьшение рассила. Давайте вот это. Эликсир душ. Неважно, по сути. У меня не так много экипировки, поэтому я особо не буду запариваться на этот счёт. А за остальных двух персонажей я не буду их экипировать. Пусть будут с чем они есть. То есть, шляпа у Кунг Клау, у Кунзиня, по-моему, лук его стандартный. Вот. Такая будет у нас команда. То есть, Таня будет у нас с основным атакующим персонажем. И посмотрим, увидим, как покажет себя Таня. Мне очень интересно их. Я верю в неё. Надеюсь, она затащит. Я буду использовать других двух персонажей очень редко. То есть, в самых критических случаях. Либо если Таню вынесут, либо если её будут вот-вот почти вынесут. И надо будет её защитить. А так мы будем в основном играть только Таней. То есть, посмотрим её техники, посмотрим её спецприёмы и так далее и тому подобное. Пройдём битву 5 на 5. Вот. Она получает у нас 1 очко силы за Кунг Кзиня. Если бы у нас был молод дни, она бы получала 2 очко силы. Но я решил всё-таки её профильное оружие ей поставить. Первого персонажа выносим. Используем второй спецприём сразу же. Набиваем, 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 набиваем. 100%. Отлично. Мало урона, к сожалению, Джейсону нанесли. Видимо, он очень живучий. Да, персонажей я самого сильного Таню взял. Я не стал брать персонажей сильнее, чем она. Но также взял всё-таки персонажей, которые будут как-то её бафать. То есть, Кунг Клау у нас увеличивает набор силы, насколько я помню. Против нас, кстати, тоже предательница Таня. А Кунг Зинь даёт 1 очко силы всем мастерам единоборств. А Таня является кроме как бойцом внешнего мира, так ещё и мастером единоборств. Так что всё круто. Сейчас Джейсон сделает первый спецприём, пусть сделает, неважно. Я не хочу сейчас использовать других персонажей. Так бы я, конечно, поменял и просто бы добил его. А сейчас сделаем вот так вот. Ну, Джейсон встаёт, мы используем второй спецприём и добиваем противника. Изи. Ну, это первый бой был, первый самый лёгкий и ничего обычного. Ничего сложного, точнее, наоборот, всё обычное. Отлично. Кунг Зинь у нас почему-то получает уровень. Окей, ладно. Я лишь рад. Следующая команда у нас это Скорпион классический, достаточно низкая. Прокачка его мы убьём легко. Триборг тоже легко. Ну, тут единственная проблема это Кенши. Остальные два персонажа просто мёртвым грузом у противника в команде. Мы их буквально за пару ударов вынесем. Не знаю, хорошо это или плохо, но с Ронином придётся немножко попотеть, видимо. Идёт у нас загрузочка. Загрузочка. Давай, 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 быстрей. Уже хочу открыть паки за 500 душ, потому что хочется алмазных персонажей. В прошлый раз, когда я открывал паки, мне выпало три алмазных персонажей. Интересно, что будет в этот раз. Давайте используем первый спецприём на Триборге. Просто, ну, мне не жалко. 95. Просто, чтобы активировать шанс критического удара на второй спецприём. Хочу криты наносить вторым, чтобы побыстрее вынести нашего последнего противника. Используем второй спецприём. Так, у нас сейчас под криты, скорее всего, криты попадут. Нет, крит не сработал. Стой. Но у нас есть хотя бы увеличенный урон. То есть сейчас мы используем первый спецприём и нанесём увеличенный урон Кенши. Первым спецприёмом. Плюс ещё криты. Да, критически увеличенный урон. Почему бы нет? Ещё раз первый пошёл. Пусть там дефится. Без разницы. Наносим два критических одновременно. То есть повышенный урон наносим. Ещё блокбрейкер. Сработал же вроде блокбрейкер, если я не ошибаюсь. Неважно. В общем-то нанеслось два критических удара ещё и с повышенным уроном. Вот. Таня, мне нравится именно тем предательница, что у неё первая спассивная способность увеличивает критический урон. А вторая, ну точнее добавляет шанс критического урона. А вторая способность, если вы используете, ну спецприём, второй используете, то он, как это сказать-то, добавляет атаки. То есть силы, больше урона наносите. И когда эти два спецприёма активированы, то она наносит просто катастрофический урон для противника. Плюс также у неё есть пассивная способность. Пассивная способность Тани заключается в том, что она каждый раз ломает снаряжение противника, если на нём оно надето при успешном спецприёме. То есть если попадает не в блок, то вот так вот попали и сломали снаряжение. Какое-то из снаряжения у Кенши, видите, сломалось. Теперь он не сможет его использовать. Выносим так. Но здесь я ничего не мог сделать, поэтому придётся без Тани пройти этот матч, так как Соня у нас меняет её. Давайте второй используем, почему бы нет. Ставим блок, потому что сейчас у нас ноги полетят. Так. Не добили, не добили, но сейчас добьём. Отлично это. Да-да-да, я тебя слышал. И давайте вторым спецприёмом Кунглау Кулак Шоули не добьём. Не добьём. Ну ладно, тогда просто обычными ударами сейчас добьём. Нифига себе. Нет, Таня всё-таки заканчивает этот матч у нас, потому что Джонни убивает просто первым спецприёмом. Сразу всю колонку сносит всем нашим персонажам. Жёсткий парень. Ну, в этом и моя вина. Я блок не поставил. Хотя я не хотел его ставить. Я хотел, чтобы всё-таки за Таню поиграть, а не за вот этих двух персонажей. Тем не менее, у нас следующий бой. Это порождение Ада Скорпион. Алмазный. Хищная Мелина алмазная. И Эрон Блэк. Охотник за головами тоже алмазный. Вот здесь мы можем слить. Вот это серьёзно. Это очень серьёзная команда. Хоть она и низкой прокачки, но это реально сложная команда. Будет с ней не так уж и просто. Три алмазных персонажа. Скорее всего, три прокаченных. И персонажей нельзя менять из Эрона Блэка. И с самого начала сейчас у всех мастеров единоборств будет две колонки маны. Но только у Скорпиона, слава богу. Так. Да, он использует первый спецприём. Так. Не используй парень его. Подумай. Используем второй. Так. Теперь обычная комбо. Используем первый. Сейчас он сменит персонажа. И мы сменим персонажа тоже, чтобы Таню не убили. Но вот Кун Лао... Не, Ку Лао не убили. Отлично. Его не убили. Это хорошо. Так, мимо. Господи, когда я уже научусь не ударять вот с такого расстояния за именно вот этого Кун Лао. Потому что я всё время бью им постоянно так. Давайте используем первый спецприём. Вряд ли мы, конечно, её убьём. Но если убьём, будет вообще круто. Эх, чуть-чуть. Совсем капельку не хватило. Да, пусть использует второй спецприём. Мне не важно. У этого персонажа у меня уже почти не осталось здоровья. Выходит Кун Зинь. Использует второй спецприём. Блин, промазал немножко. Ну да ладно. Так, использует. И у нас остаётся только полумёртвая Таня против трёх вражеских... А, нет, смотрите-ка, ещё всё нормально, ещё можно играть. Используем первый спецприём. Надеюсь, добиваем. Да, отлично. Хоть что-то хорошо. Давайте переключим на Таню. Сразу же первый спецприём пойдёт у нас. Так. И, скорее всего, тут у нас Таню вынесут сейчас, да? Но я ничего не могу с этим сделать, конечно же. А, нет, смотрите-ка, не вынесли. Используем сразу же первый спецприём и добиваем Мелину. Отлично. Фух, справились, справились. Еле-еле, конечно, но справились. Из-за того, что у меня сработало бессмертие, по-моему, два раза, да? То мы затащили с вами. Это хорошо, это хорошо. И последний у нас матч, это три серебряных, серьёзно? Два так себе, и Кенши один единственный, кто может составить нам какую-то проблему. Надеюсь, у него не будет силы в начале матча. Я не посмотрел снаряжение, было ли оно на нём или нет. Но, тем не менее... Тем не менее, я всё-таки его немножко побаиваюсь. Нет, у него нету силы в самом начале, значит, это будет лёгкий бой. Накапливаем сразу же второй спецприём. Так. Или первый используем, как думаете? Да нет, давайте второй, чего уж первый использовать. Второй пошёл сразу же. Ломаем снаряжение противника, но его у него нету, скорее всего, его. Скорее всего, его у него нет. Так, сразу же. Да, она использует первый, но это не важно. Мы тоже используем первый. Добиваем у нас Кесси. Выходит снова Джонни. Теперь у нас есть критический урон, и мы используем снова первый, чтобы нанести критический урон. И с повышенной силой на Джоннике, на... Как его? На Кенши его вспомнил. Так. Проходят криты. Да, я что-то забыл продолжить удар, поэтому он нанёс на нам спецприём первый. Давайте тоже нанесём первый спецприём. Почему бы нет? Да, он меняет персонажей. Скорее всего, сейчас нашу Таню вынесут. Хотя нет, смотрите, я накопил первый спецприём. Может быть, я сейчас ещё и вынесу Скорпиона, пока он... Да, я выношу Скорпиона. Остаётся только Кенши. Наносим криты. Осталось совсем немножко. Блин, и вот опять, я опять забыл ударить. Сейчас ещё проиграть бы, да? Ладно, неважно, тем не менее, мы всё равно побеждаем. Кунг Плау завершает эту битву. И что я могу сказать? Таня хороший персонаж, но как самостоятельный персонаж она не очень хорошо подходит. То есть её... Либо ей надо какую-то экипировку крутую давать, либо что-то, я не знаю. Ну, то есть, она неплохой персонаж, она много урона наносит. Вот эти комбинации с первым и вторым спецприёмом достаточно неплохи. О, я легенда. Вот. И также 30-ый... Как это сказать? Клинки Коботзюцу дают, по-моему, шанс с блокбрейкера, или я что-то путаю, или они криты добавляют? Сейчас посмотрим, давайте. По-моему, они блокбрейкер дают, если не ошибаюсь, в некотором роде. Да, вот, 22% вероятности превращения спецприёмов 1 и 2 в неблокируемые. То есть, это круто. И 30%, 34% увеличения урона от основной атаки, это тоже очень круто. Броня ящера добавляет ей немного здоровья, но ей, опять же, не хватает здоровья. Не хватает здоровья Тани, чтобы удержаться. И даже то, что у неё вот идёт бонус к лечению, уменьшение расхода силы на спецприёмы, это тоже не очень-то ей помогло. Но, тем не менее, вот такая вот она Таня, мы прошли за ней битву. В принципе, пройти можно, но не без поддержки, конечно же, персонажей, если бы она не смогла пройти, как сказать, в Соляново все битвы. Где-то ей нужна была поддержка, где-то она сливалась. Там, по-моему, 2 или 3 матча у нас были проблемные из 5. Но на этом давайте перейдём к открытию паков уже. Не будем особо долго мусолить, тут всё. Каких же паков мы начнём? Конечно же, с набора снаряжения! Куда же без них? Давайте открываем набор снаряжения, а в конце откроем набор за 500 душ. Наборы за 500 душ, целых 4 штуки. На 5, конечно, мне не хватило накопить. Но ждать тоже не хочется. Хочется вот именно сейчас открыть, пока они не пропали. Потому что если я начну копить, то мало ли, потом они опять пропадут. Наборы за 500 душ, они такие. Они постоянно то пропадают, то появляются, то пропадают, то появляются, то пропадают, то появляются и так до бесконечности. Давайте так, здесь у нас опять же 3 повторки Ничего интересного, целебные травы, целебные травы И целебные травы, нет, камни элементов Ну почти как целебные травы, кстати говоря Давайте купим еще набор снаряжения Наборы за 30 тысяч монет Я больше вообще покупать не буду Я не верю, что там есть, блин, золотые персонажи Потому что, ну, ни разу не выпадало мне Ни разу просто О, боевой нож, смотрите-ка, тут 2-2 Два грейда, первый это боевой нож для Кану Отлично, и второй грейд Это у нас фляжка Бурайчу для Бурайчу Блин, круто, круто, сразу же 2 редкие карты В паке за 70 тысяч монет Такое очень редко у меня бывает, очень редко По-моему, даже, может быть, это первый раз, наверное Точно не знаю Не замерял Давайте открываем дальше, что тут у нас Здесь у нас опять же 3 А нет, смотрите, перчатка Фредди О, круто, круто, жалко Фредди самого у меня нету Но, тем не менее, дополнительная экипировка На какого-нибудь из персонажей точно пойдет Это 15 повышение шанса критического удара будет только Отлично, ну и остальные 2 повторки, да Да, остальные 2 карточки у нас повторки Открываем следующий пак за 70 тысяч монет Поехали Что тут у нас будет? Так, тут у нас опять 3 повторки, скорее всего Ну, если не новая карточка, конечно Плащи, топор и эликсер души Опять же, самой последней карточкой Продолжаем открывать паки Давайте еще откроем Я надеюсь все-таки на Молот Гнева Молот Гнева, приди, порядок наведи Я хочу тебя уже прокачать до 10 уровня слияния Надеюсь, я когда-нибудь его прокачаю Нет, серьезно Потому что, ну, блин, сколько можно его качать уже? На самом деле, открыл-то, не знаю Там всего меньше 100 наборов, наверное, открыл За 70 тысяч монет До сих пор жалую, что Молот Гнева не падает Хотя он мне уже выпал, наверное, раз 6 или 4 Или 5, я не считал, точно не помню Щит Целебной травы Ну, опять все повторки Все повторки, вообще ничего интересного, к сожалению, не выпало Но мы продолжаем открывать Осталось еще порядка 9 наборов у нас Да, где-то так 9 наборов минимум Может быть даже больше Естественно, если много монеток нападает Откроем не 9, а 10, допустим, наборов Это хорошо Нет, на самом деле там нет ничего хорошего Лучше бы падали редкие карты для персонажей с их гиперовкой Следующий пак Ну, что-то вообще ничего не падает Ну, пацаны, ну давайте же нормально Давайте нормально же общались Что вы сразу начинаете Это вот одни повторки падают и падают Падают и падают Просто так деньги сливаю в никуда, можно сказать Давай-давай-давай-давай-давай Молот Гнева, ну где же ты? 2% Опять ничего не выпало, к сожалению Ну, скорее всего Если, конечно, не карточка нового персонажа Не карточка новой экипировки для персонажа Но, тем не менее Следующий пак, следующий Так Хотя, знаете, наверное, я составлю 1090 На то, чтобы открыть 3 пака серебряных персонажей Я все-таки буду, буду каждый раз Немножечко хотя бы денег оставлять, чтобы открывать с вами паки за 30 тысяч монет Мало ли, когда-нибудь выпадет золотой персонаж Наверное, так и поступлю все-таки Давайте следующий Хотя бы 3 пака Оружие топор палача Или не будем паку Или не будем паки открывать за 30 тысяч монет Потому что я не знаю Может быть, они пофиксили там в каком-то из обновлений И теперь золотые персонажи из серебряных паков не падают Черт его знает Потому что, ну, в описании не написано, что падают из них золотые персонажи Что у меня есть какой-то шанс выпадения золотого персонажа Поэтому, может быть, я просто так вот в последнее время Все, что делаю, это просто так пытаюсь открыть паки за 70 тысяч монет И дождаться, что вдруг выпадет там все-таки мне нужная экипировка Ой, за 30 тысяч, а не за 70 Ну, блин, ну вы что издеваетесь? Вообще ничего не падает Вот, то есть, вы сами смотрите Мы открываем, открываем Уже, я не знаю, 1500, наверное, потратили До сих пор за 500 тысяч ничего не выпало То есть, в начале там попадала парочка карты Такие, ну, все, с тебя хватит О, долго прогружалась Скорее всего, там будет, наверное, крутая карточка Тот же молот гнева Да, смотрите, новая карточка Шляпа ветров, отлично, отлично Шляпа ветров у нас прокачивается до Какого-то там уже четвертого, по-моему, уровня слияния Тут перчатки, бла-бла-бла, ничего интересного Еще одни перчатки Угу, давайте следующий открываем Не буду я все-таки оставлять 90 тысяч Ну, ну и к черту этих золотых персонажей в серебряном паке Я лучше открою дополнительно еще один пак за Сколько? За 70 тысяч, да Хотя, может быть, мне хватит как раз-таки еще на один пак за 30 тысяч Скорее всего, да, сейчас у меня будут повторки и мне хватит Хотя бы одна повторка будет и уже все отлично И смотрите, там еще одна прокачка карты Это замечательно Здесь повторки, повторки И это у нас киберрука Да, к сожалению, молотого гнева в этот раз не попадало Но, тем не менее, мы получили также много карт Хороших для, редких для персонажей Ну, не так, чтобы много, но нормально И давайте откроем еще один набор за 30 тысяч монет Почему бы нет? И в заборе, не за 30, да, за 30 тысяч, все правильно Мне уж показалось, что я сам налажал И у нас Кэсси Кейш, ну да, не падают никакие золотые персонажи Все это миф, бред и подобное Давайте попытаемся еще пооткрываем наборы за 500 тысяч За 500 вот этих очков командных Посмотрим, что тут у нас выпадет Хотя мне здесь, ну, практически ничего не надо Но, тем не менее, очень хорошо получать из этих наборов Знаете, вот такие всякие карточки поддержки И карточки улучшения для этих Улучшения, вот, спецприемов, да Вот такие вот карточки То есть, ну, чтобы не тратить слишком много денег Можно на халяву просто получать вот эти карточки И прокачивать спецприемы персонажей У меня уже вот этих вот первых спецприемов Для бронзовых персонажей, наверное, штук 50 Если я не ошибаюсь Так, первый спецприем золота Да-да-да, это все понятно Это я все понял Продолжаем открывать паки Осталось еще открыть у нас сколько? 8 паков, да, где-то 8 паков На 9-й не хватит Ну, мне там, скорее всего, уже кто-то выбрал меня с союзником А мне лень открывать эти паки Потому что, ну, в них ничего интересного практически-то и не может выпасть Поэтому уж ради одного дополнительного пака Я особо суетиться не буду Максимум, что здесь может выпасть Это, по-моему, серебряный персонаж В самом наилучшем случае А у меня уже все серебряные есть Хотя, подождите-ка А может ли выпасть из этого пака серебряный персонаж Как ее зовут-то? Либо Джакс Брикс Фермер Либо Мелина... О, не Мелина Китана Китана классическая Если может, то тогда это единственный, наверное, смысл Открывать вот эти вот паки сейчас Ну, также мы получаем много спецприемов Тоже неплохо Продолжаем открывать наши наборы Остается всего 4 набора у нас Ну, давай же, выпадет что-нибудь крутое О, карточка прокачки для ленькуя Отлично, уже первое слияние у нас Для этой карточки Я как раз начинаю грейдить У меня есть уже все карточки поддержки Ну, кроме самых редких Которые за дневные выпадают И все они прокачаны у меня Практически на первое слияние Ну, не все Там где-то половина карточек Еще на первое слияние прокачаны Еще там Еще половина от половины до второго И половина от половины-половины до третьего В общем, понятно, да Давайте открываем последний набор Союза И что тут у нас? И у нас тут сержант Да, отлично, сержант Молодец Ну что ж, теперь осталось самое важное Открывать набор элитный профит Целых 4 штуки Блин, я надеюсь, мне выпадет куча алмазных персонажей Джакс Брикс Там прочее, прочее, прочее Так, мне надо приготовиться Секундочку Вдохнули Нажимаем на набор Вы готовы? Погнали, погнали Давай, алмазки тащите, тащите Открываем первый набор Что же там будет? Отлично Это, конечно же, карта новый уровень Новый уровень И там новая какая-то карточка Которой у меня нету Блин, это может быть алмазный персонаж Новый, типа Эрон Блэка у меня еще нету У меня нету Джакса Брикса И у меня нету Кого же еще-то у меня нету? Люкано вроде, да? Да Так, предпоследняя карточка Для сержанта улучшения До второго слияния грейдим Отлично И кто же нам выпадет? Пожалуйста, алмазка, алмазка Да, черт, классический Канон Ну серьезно, блин Кофец, конечно Ну классический Канон Блин, ну господи Ну почему классический Канон? Нет Ах Это боль Ладно, мне в прошлый раз Три раза повезло Так что вполне логично Что сейчас 50 на 50 не попало Открываем следующий пак Посмотрим, что тут у нас Здесь у нас карточка Неповторная Это опять какой-то новый персонаж Которого у меня еще нету в коллекции Это точно какой-нибудь персонаж Главное, чтобы это не был Головорез Кану Пожалуйста, только не Головорез Кану Все, что угодно Только не Головорез Кану Отлично И попали Ладно Я хочу Алмазку Я хочу Алмаксу Джакс Брикс Эрон Блэк Люкан Я жду вас И придите, придите Да, Люкан Классический Ееееее Вот это я понимаю Дух Дракона Кровотечение Отравления Незначительно Или Джакс Брикс Когда меняется вражеский боец Присоединяется К любому классу То есть является По сути Любой Любым Так сказать Либо Может быть спецназовцем Может быть Мастером единоборств Может быть Бойцом из внешнего мира Может быть Бойцом из преисподней И так далее И тому подобное В общем вы поняли Ну что ж Остается последний пак Если сейчас выпадет Еще один Алмазный персонаж Это будет просто Вау Это будет Вау Ладно Давайте открываем Посмотрим А прикиньте Сейчас Джакс Брикс Еще выпадет Народ Это персонаж Которого у меня еще нет Это может быть Джакс Брикс Классический Реально Если это будет Джакс Брикс Классический Я офигею Я серьезно Я офигею А нет Это есть У меня есть уже Этот персонаж Но это может быть Алмазка Это может быть Повторная алмазка, так как у меня не хватает всего одного Алмазного персонажа в коллекции Это Джакс Брикс классический Единственный персонаж, которого я еще не получил Из алмазных, все остальные алмазные Теперь у меня уже есть, блин, это круто Остался всего один, отлично И кто тут у нас? Еще одна алмазка, блин, три из четырех Три из четырех Парни, девчата, три из четырех алмазки Блин, это круто Давайте прокачиваем Мелину, что у нас получится 13 тысяч атаки, 15 тысяч здоровья Блин, это офигенно, это супер-мега-круто Даже не представляете, сколько я доволен этим покопенингом Да черт с этим молотом гнева Наплевать на него То, что мы открыли наборы и получили, собственно, этих персонажей Уже очень круто Давайте также, я не знаю Что бы еще сделать Можно открыть еще, конечно же, набор за 80 душ Но я его не вижу, видимо Он сменил набор за 500 тысяч 500 душ сменил этот набор Я могу, конечно, открыть золотой набор мастеров Но зачем мне мастера один набор с золотые А на остальные наборы у меня уже не хватает душ, к сожалению Классический скорпион мне не нужен Боевой базовый набор тоже, в принципе, мусор Давайте так, что мы сейчас, знаете, на что потратим души Мы зайдем в коллекцию нашу Посмотрим на наших двух новых персонажей Так, новый, пожалуйста Нет, вот так вот сортируем Отлично, у нас появляется новый Люкан и новый Эрон Блэк И сейчас мы потратим души на то, что улучшим И посмотрим, как же изменяются Кровотечение и травление Теперь не незначительно, а умеренно будет улучшать критические атаки Также, что еще? Умеренно повышает урон Отлично, прокачиваем И теперь значительно и значительно То есть теперь кровотечение и травление значительно улучшают критические атаки Огненные эффекты исцеляют Источение сил, не требует сил Значительно повышает урон ценных атак И при смене напарники наносит увечья И это круто Это очень круто Прокачиваем нашего первого алмазного персонажа И у Эрона Блэка Давайте тоже посмотрим пассивную способность Я, по-моему, ее уже забыл Эрон Блэк может с вероятностью 30% Оказать огневую поддержку Когда напарник сменяет его Или когда меняется вражеский боец Присоединяется к любому классу Ой, блин Молния что-то грохочет И дождь палил Надеюсь, вы этого не слышите Так как у меня все закрыто И также увеличим Давайте на 40 И на 50% То есть 50% Это уже очень круто Потратили душ Немножечко душ То есть по сколько там По 60 что ли душ Или даже меньше Нет, по-моему, даже меньше По-моему, 10 в первый раз И второй в 20 То есть 60 всего Да, 60 всего мы потратили душ На улучшение Люкана и Эрона Блэка И прокачки их, так сказать, пассивных способностей Да Алмазные персонажи Только алмазные персонажи Могут прокачивать свои пассивные способности И только 2 раза То есть за 10 и за 20 душ Или за 10 и за 30 Я точно не помню Я уже забыл Я только что улучшал и уже забыл Также мы можем Что я не знаю Давайте прокачаем А, да ладно, все Я потом уже, когда накоплю монет Прокачаем все спецприемы Прокачаем Всем этим моим новым персонажем Все прокачаю Кроме, конечно же, третьего спецприема Так как я его не использую Но этом я буду заканчивать С вами был Ник Вот так вот открыли мы кучу паков И, конечно же, получили 3 алмазки из 4 Просто из 4 паков мы получили 3 алмазки И это Представьте, что в прошлый раз Когда мы с вами открывали тоже паки В предыдущий раз Мы получили из 3 паков 3 алмазки То есть мы получили 7 алмазок из 8 паков подряд То есть Представьте, 50% 7 алмазных карт Из 8 паков подряд Это, блин, офигеть, как круто Это просто мега круто Это даже не Перед словами Насколько это круто Блин, я очень рад На этом я заканчиваю С вами был Ник Большое спасибо вам За то, что вы посмотрели И разделили эту радость За получение персонажей Вместе со мной А может быть и Не разделили Неважно, короче говоря Спасибо вам Удачи и до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok